Итак, добрый день, дорогие. Продолжаем наше занятие. Добрый день. Тема, которую мы рассматриваем сегодня, здоровье и мочеполовой системы, коррекция, оргазм. Ну и как сделать мужчине хорошо. А когда мужчине хорошо, женщине еще лучше. Итак, для того, чтобы мужчина действовал как мужчина, всегда был на высоте, существуют две такие мышцы, которые находятся в органах малого таза. Называются седачно-пещеристая мышца и луковично-глубчатая мышца. От нее зависит, насколько мужчина способен выдерживать правильные нужные нагрузки, важный момент, любить до старости, получать удовольствие, наслаждение. Это урок для вас, для всех. У нас мало мужчин, которые сейчас слушают эту тему. Но, тем не менее, для вас будет полезно, для всех женщин, осознать и понимать, откуда берется поток энергии, мужской силы и как этот поток регулируется. Дело в том, что эти мышцы, они снабжают кровью половой член, венозный и артериальный отток, приток. В зависимости от того, какой приток и какой эта мышца притормаживает венозный отток, соответственно, кинжал любви находится в повышенном состоянии, твердом состоянии. По завершению акта, генетический материал или попадает в нужное место, или просто рассеивается, и происходит венозный отток. Это естественно. Тело должно немножко отдохнуть. Для того, чтобы опять быть в действии, необходимо понимать, есть точки стимуляции, которые позволяют улучшить прилив и ухудшить отлив, что способствует, опять же, повышению мужского потенциала и продолжение впечатлений. Итак, я вам покажу две-три точки, которые необходимо массажировать. Да, это повышает либидо женщин, если они также массажируют эти точки себе. Мы же почти не отличаемся анатомически, почти. Так как женщины сделаны из дебра Адама, это вот такая косточка, знаете, еще чуть-чуть согнутая, согнутая, не надо ее ровнять, оставить надо как есть. Поэтому у женщины особое восприятие головного мозга, особые волны, очень качественные, многомерные, глубокие. А мужской организм, он более примитивный, тем не менее, от простого к сложному. Итак, нужно приготовить теннисный шарик для большого тенниса, если у нас есть резиновый мячик, для того, чтобы могли попробовать на себе потренироваться. Если нет, тогда мы сожмем руку в кулачок и косточками наши пальцы в руках будем массажировать. Какие места мы будем массажировать? Сейчас я вам продемонстрирую. Опять же, для улучшения притока крови и уменьшения венозного оттока, мы как раз достигаем результата, да, что нам необходимо. Итак, в первую очередь массаж необходимо проводить ягодичным мышцам. Там же есть, поперек идет грушевидная мышца, она является одной из самых проблемных. Также проходят сосуды внутри, средняя ягодичная мышца. Вот в эти области и происходит массаж и ищем точки боли. Например, это делается лежа. Под действием вашего тела ложитесь, встаете кулачок от центра ягодичной мышцы и слегка прижимаете под массой тела. Ищите кулачку боли и держите. Когда есть небольшое болезненное ощущение, а мячиком очень хорошо диагностируется. И более мягче идет воздействие. Поставим мячик и прокачали. Ставим на мышцы, поддавливаем и держим не более 30 секунд в первое время. Регулируем давление своим телом. Таким образом мы стимулируем кровообращение. А также освобождаем грушевидную мышцу, которая является как раз механизмом регулирования. Если она зажата, то и зажатся кинжал любви. Поэтому стимуляция именно ягодичных мышц. Я помню, как одна бабушка пришла и что-то говорили на сеансах. И что-то за секс начали говорить. И как мы более молодые люди, нам же интересно, что скажут более взрослые, опытные женщины, которые там под 90 лет. А все просто. Как только кинжал любви опустился, нефритовый стержень, возьми да пощипай мужа своего за попку, как гусик. Пощипаешь, пощипаешь. И он опять раз и налился кровью. И продолжение следует. Улыбались, смеялись. А потом через некоторое время ты начинаешь размышлять, анализировать, собирать определенную информацию. И она права для стимуляции. Пощипай за жопку. И сразу либидо включается. Сразу есть стимуляция. Именно пещере, естественное тело. Ну, количество губчатой – это мышцы. Одна наполняет кровью, другая придерживает венозную кровь. И все это вместе стимулирует, когда эту горшовидную мышцу, мы стимулируем сосуды и нервное кончание. Это способствует повышению потенциала и удержанию силы и внимания, мужского внимания. Ну, и вы возьмите на заметку. Возьмите, помассажируйте своих любимых, дорогих мужчин, партнеров. Три посоветуйте кому-то из тех мужчин, которые рядом с вами, чтобы они также испытали впечатление от стимуляции. И вторая точка находится у нас по крестцу. По крестцу. Вот наш крестец. Здесь мышечной ткани намного меньше, если по центральной оси от копчика поддеть пальцы. Здесь мышечной ткани намного меньше, но здесь есть нервное кончание. Которое как раз стимулирует кровообращение в органах малого таза, тазового дна. Наполняет кровью. Тонизирует. Это полезно мужчинам больше. Ну и женщины также могут себя простимулировать и улучшить кровообращение в органы малого таза. Далее. Берите мячик. Если, так как мышечная ткань там более тонкая, можно и на пушетночке, и на полу, и на кровати. А встать. К стене. Встали в стеночки. Взяли мячик. Поставили. Именно. Помните, где мышечная ткань дольше. Именно сам крестец. Сам крестец. По центральной оси. На сантиметрах вправо и влево. И мячиком. По этой части. Крестца. До копчика. Массажируем. Поддавливаем. Ищем точки боли. Удерживаем их. Удерживаем внимание. И сразу идет результат. Прилив. Симулируем. Соответственно, на эти точечки тоже уделяем внимание. Пару-тройку минут. Промассажировали. Это способствует еще чему? Способствует тому, что копчик начинает подравниваться. Это же серьезная проблема. За годы жизни сколько раз мы на попку падали, да? Копчик может подвернуть внутрь. Наружу, в сторону. И, соответственно, если копчик смещен, то у мужчины происходит смещение. Его энергии. Но, чтобы этого смещения энергии не было. Не было фиаско. Для этого как раз стимулируется. Копчик. Только не сам копчик. А сбоку копчика. Найти там сочленение. Сбоку копчика. Самый край. Мышцы. И это поменьше шарик. Поставить его аккуратненько здесь. Помните о том, что анатомическая особенность нашего тела. Не нужно глубже этот шарик ставить, а то он исчезнет. А именно копчику, с правой стороны копчика, поставили этот шарик. И немножко покачались. Подавили на эти мышцы. На эти связочки. И с левой стороны точно так же. Сбоку копчика. Слегка нажимаем. И тоже по минутке позанимались. Простимулировали эти точки. Которые будут способствовать естественному восстановлению. Кроващение. Энергообмена. И что интересно, за счет стимуляции этих мышц, копчик естественное положение может занять. Может вытягиваться. Становиться на место. Он же получил удар. Поэтому, когда вытализируете эти мышцы, он становится на место. Что копчик нельзя удалять. Копчик, это не просто хвостик, рудимент. Это наше все. Наша антенна, наше заземление. Вот есть статическая такая штучка на автомобилях, которая переводит топливо. Это на заправщиках. Вот. Статика снимается. Также копчик является статической такой антенкой в землю. Поэтому, когда мы делаем сброс, и иногда на целительских сеансах, когда мы работаем с поясничным отделом, делаешь движение сверху вниз. Заземление такое от темечка по позвоночнику до копчика крестца. И потом, представляешь, как такая струйка энергии уходит в землю, заземляется. То есть статику снимаешь с позвоночного столба. Такое движение. То же самое делаем, когда мы делали сброс. Все тело заземляется. И в том числе копчик также заземляется во время дыхательного этого сброса. Именно эта штучка такая прописана изначально, не проговаривается, но прописана в сбросе. Заземление, да? Это тоже способствует центрации вашей энергии, улучшению кровоуращения органа малого таза, улучшению вашего настроения, либидо, сексуальной энергии, влечение, желание. Вот таким образом мы стимулируем эти две точки, а третью это сбоку копчика, с правой и с левой стороны. Это занимает несколько минут внимания. Поэтому возьмите один чуть побольше, один чуть поменьше, шарик. И массажируйте крупные мышцы ягодиц, в том числе грушевидные, большая ягодичная, средняя мышца. Их, когда вы прорабатываете, ищите там болезненные какие-то напряжения, их прорабатываете, вы стимулируете как раз кровоток в органы малого таза. И готовите свое тело к получению внеземных удовольствий. Вот такая тема. Вторая чакра, второй центр. Сексуальная энергия, она может быть в трех состояниях. Нормы, расслабление и напряжение. При этом напряжение и расслабление может быть как патологическое, так и физиологическое. Ну просто слаборазвитая чакра с детства. Да? Человек нетворческий, стеснительный, зажимал сюда свою сексуальную энергию, прятался, стеснялся выступать, разговаривать. Ну юношеский период, понятно, и дальше, и дальше, это все накладывает определенный отпечаток. И человек зажимает себя, зажимается эта энергия, нет выплеска. Ну и соответственно различные другие там какие-то блоки напряжения возникают. В дальнейшем все детские напряжения перерастают в фобии его взросленности. Итак, по природе своей слаборазвита чакра, но мы знаем, проявить свободную волю, мы можем направить внимание в этот центр и развить его, включить, научиться танцевать, научиться песни, петь, плясать, научиться еще каким-то навыкам определенным, творческим, да? Ну а сексу, от кого у нас учится, улица у нас учит, да? Ну сейчас больше доступной информации, разной, разноплановой информации, чем может образовываться на этом ключе. Ну эти образовательные моменты надо, конечно, в школах проводить, потому что, если мы это не делаем, то западные страны это делают и поворачивают. Конечно, пусть они вырождаются, нам больше достанется. Но изначально сразу нужно поколение растить грамотным, опытным, умным, ну в пределах возрастных ограничений, соответственно. Хотя детки сейчас доступной информацией, они там больше нас знают. Ну знают, но не умеют, да? Знать одно, а уметь совершенно другое. Итак, наша сексуальность зависит от чакры, от того центра эфирного тела, который дается нам при рождении. Когда формируется внутриутробно пол ребенка, то есть через несколько недель уже понятен пол ребенка, ну и желание родителей. Хотели родить девочку, мальчика, а родилась девочка. Помним, да, о том, что у нее результат-фактор был перевернут, плюсовой. Она будет как мужчина, полигамна, быстро загораться, перегорать, менять партнеров. Да, она может быть хорошим другом, товарищем, соратником, но, ну и любовница, может быть, но не женой. Нет перспективы. Ей нужен или мужчина с перевернутым резусом-фактора, минусом, чтобы она как мужчина действовала, а он как женщина. На информационном потоке, я имею в виду. И тогда в этом она до соединиться. Но бывает редко. Поэтому с перевернутым резусом-фактором есть люди примерно 10%. Это от родительского желания мальчика или девочку родить. А природа взяла и подшутила, и перевернула ваше желание. Хотели девочку, а родился мальчик. И все, к мальчику, как девочке, уже лекала и методы. он начинает манипулировать бабушкой, мамой, сестрой, всеми женщинами, которые вокруг. И что из него вырастет с перевернутым резусом-фактором отрицательным. Да, у него подвешена речь, он может убеждать, говорить, манипулировать. Это ему так природа повернуло. Хотели девочку, а родился мальчик. Потом узнает будет душу женщин манипулировать ими, управлять, воздействовать, влиять. Если будет бедным, то будет альфонсом, будет жить за счет их ресурсов. А если будет богатым, то будет многоженцем. Там сделал ребенка, здесь сделал ребенка, не отпускает семью, контролирует многоженец. Если ничего не поменяется. Ну, а у девочек, мы знаем, у них же грудное дыхание, представьте, хотели родить мальчика, а родилась девочка-пацанка. У нее брюшное дыхание и в юности, и во взрослости брюшное дыхание как мужчина. Сильное, волевое, мощное, как должен быть мужчина. Ну, чтобы компенсировать ее, ей нужен какой-то подкорбучник, который будет впечатлять, радовать, анимации устраивать, развлекать. как поменять резус-фактор биополе, если так вот произошло, путем дыхательной гимнастики. Когда мы дышим равномерно по всем чакрам, то мы разъявляем и плюс, и минус. Нет акцента на что-то одно, на какой-то один уровень. И это очень мягко вас переводит на уровень профессиональный, или уровень больше универсальный. Вы начинаете всех людей правильно чувствовать, воспринимать качественно. Благодаря тому, что у вас и минус развивается, если у вас доминирует плюс, у нас в будущем пульсовая энергия, а уже и минусовая за счет дыхания верхнего. Но есть, как говорится, перевертыши, от которых родители это делают, переворачивают по своему желанию чрезмерному. Папа или мама захотели вот девочку, а родился мальчик, все будет психологически как девочка. Вернее дыхание будет ярко убеждать окружающих. Но если хотели мальчика развелась девочка, она будет как мальчик гурюмая, молчаливая, полиграммная, быстро загораться, переграть, хорошим другом, но не с пульницей жизни. Вот так влияет чакра наша, второй центр, влияет воздействие на нас. Этого центра может быть хорошо развит оранжевый цвет, поток, потому что человек всегда вдохновение, весь он радостный, поет, веселится, любит танцевать, двигаться, приключения на попу свечет, то есть творческое начало. Чаще всего это и руководители, они организуют все, умеют собрать всех вместе, объединить. Это замечательное качество. Когда этот центр хорошо развит, либидо, желание, ощущения прекрасные, человек получает наслаждение и удовольствие от различных процессов, в том числе от секса, от любви. Если этот центр патологически напряжен, это бывает, например, человек вовлекся в какие-нибудь там события. Например, он напряжен от того, что человек жаден, жаден для удовольствия. Ест, пьет, нет умеренности, нет контроля, пересыщается, переполняется этот второй центр. Ну, таких людей видели. Вкус жизни теряется, человек становится толстокожим, и он с разгону разгоняет, чтобы достучаться до него, развлекать, пересыщенный жизнью. Соответственно, тело тяжелеет, деформируется, откладываются различные конкременты, жиры, напряжения. Ну, сразу позвоночный стоп, и тело сразу начинает страдать от того, что она пересыщена, это вторая чакра. Вторая чакра. Бывает, вторая чакра обесточена, и она тоже нарушает баланс. Это бывает у мужчин. Называется синдром проповедника. Когда у мужчины грушевитная мышца защемлена, когда пищей, если от тела, мужик не работает, когда ему уже не интересно ничего, потому что он видит, что ничего, удовольствие от этого он не получает, потому что не способен и ничего не делает для того, чтобы себя пробуждать, включать, тогда у него переключается энергия вверх, оранжевый цвет превращается в голубое, горло, уходит, сублимация происходит, называется синдром проповедника. И такой пожилой мужчина начинает, желаний-то много, а умений нет. И вот он начинает просто всех очаровать, околдовывать, языком болтает, все обещает, везде очарует, и дальше этого ничего не идет. Это тоже патология, это тоже неправильно, сотрясать пространство, не подтверждая свои слова. Итак, теперь вы узнали три точки, на которые можно воздействовать на мужчину, чтобы стимулировать его. Нефритовый стержень не отказывал четко исполнял свои действия и ментальное, психологическое состояние мужчины сразу улучшается. Поэтому какой перерыв между подходами любви? Ну, 20 минут. Дайте выдохнуть, отдохнуть. Но сначала накорми, напои, спать положи, а потом спрашивай. Да, бывает, что на голодный желудок как бы по-разному реакции могут быть. но помните мудрость народная в сказке накорми, напои, спать положи, а потом спрашивай. Поэтому после первой победы у вас есть 20 минут дать ему отдохнуть, а потом взять пальчиком, пощипать, понажимать определенные точечки несколько минут. порадовать человек. Есть еще четвертая точка, на которую также можно стимулировать, нажимать. Она находится на сочленении тазовых костей, копчика, только чуть-чуть вперед, в промежность. Также берется шарик и на этот шарик человек садится промежностью, находит это сочленение и удерживает. Стимулирует. 30 секунд. Это способствует также улучшению кровообращения. И кинжал любви не будет отказывать. Вот такая дорогая тема. А сейчас мы с вами прокачаем оранжевый цвет, наполним матку, предстательную железу, органы малого таза, простимулируем вторую чакру, чтобы не было отказа в ваших трудах и получении удовольствия. Итак, представляем поток оранжевого цвета сверху вдох, вовсе тело выдох. Поток оранжевого цвета вдох, вовсе тело выдох. Поток оранжевого цвета вдох, задержали дыхание, подняли энергию. Глаза открываем, выровнялись, выдох. И пошла волна потела. сидя лучше всего сделать напрячь ягодицы ноги в этот момент, когда вы поднимаете промежность и поднять энергию. Итак, стимулируем вторую чакру, включаем, очищаем. Второй центр это желание и получение удовольствия. Поэтому чрезмерность нам не нужна, мы знаем баланс. Когда пересыщаешься, потом ты долгое время к этому не возвращаешься. Да, я тоже такой же страстный, как и вы. Если кушать шоколад килограммами, голубик мешками, пельмени ведрами, это нормально и естественно. Но доедется впрок, но она же вся жизнь впереди. Умеренность, а через ее и ваше физическое тело, прекрасное себя чувствовать, будете сохранить свою внутреннюю чистоту, будет истинное желание появляться, разделить любимое впечатление, получить удовольствие, внеземное удовольствие, мощное, глубокое, многомерное. А для этого надо быть умеренным, не пересыщать себя впечатлениями, едвой, привычками. Это отягощает наше тело, выключает наше желание, переключает на пересыщение просто. Не получение удовольствия, радости от жизни, а пересыщение. Поэтому мы сейчас поднимем оранжевый цвет и на тканьте направим во все тело. Помню, надо напрягать ягодицы ноги, нижевода, матку, представитель железа. Итак, поток оранжевого цвета сверху вдох, во все тело выдох. Поток оранжевого цвета вдох, во все тело выдох. поток оранжевого цвета вдох, подняли энергию, задержали дыхание, прилетело. Глаза открываем, выровнялись все, выдох. поток оранжевого цвета вдох легко и много. Во все тело выдох. Поток оранжевого цвета вдох. Во все тело выдох. Поток оранжевого цвета вдох, подняли энергию. Глаза открываем, выровнялись и выдох. Выдох потом белого цвета сверху вдох и омыли себя, чтобы в одно ухо не влетало, в другое не влетало, фиксировалось. Итак, дорогие, наше занятие, второе занятие завершено. Практикуйте те упражнения, которые вы уже знаете, делайте утром и вечером, уделяйте внимание. А также сегодня добавьте новые упражнения, обследуйте, исследуйте свой поясничек кристовый отдел, копчик, помассажируйте, понапрягайте, улучшите кровообращение органов алтаза и получите прекрасные впечатления. Люблю, благодарю, исцелять, защищаю, намасте, дорогие, но еще есть вопросы. Слушаю вас. Вопрос. Продолжение следует...